Вот, то есть, мы решили все это с помощью ОЛЛ паритета. Дальше у нас ПЛЛ, да, и что мы делаем в данной ситуации? Мы смотрим, состыкованы ли ребра. Все состыкованы, и мы видим вот эту ситуацию, оранжевый, и здесь красный, либо вот так на 180, нет, на 180 не получится. Ага, значит, это ПЛЛ паритет. Объясняю почему. Все ребра состыкованы, да, и, ну, мы знаем такую картину, да, когда у нас здесь красный глазик и красное ребро, оранжевый глазик, оранжевое ребро, но мы помним, что если перевернуть на 180, у нас тоже должен быть оранжевый и красный. Как бы они меняются местами. Здесь справа красный, да, а здесь справа оранжевый. Но здесь мы видим, что это не так. Поэтому что это значит? Это значит ПЛЛ паритет. Я могу сейчас попробовать сделать носик и ушки, но я уверен, что у меня не получится, да, я только разберу кубик, да, опять придется восстанавливать и в ТОЛ, там, ну, недолго, но так или иначе, нафига нам это надо. Поэтому что мы сделаем? ПЛЛ паритет. ПЛЛ паритет очень легкий, он еще быстрее запоминается, чем ОЛЛ, потому что он вообще короткий. И смотрите, как он делается. Также берем кубик как угодно, хоть так, хоть так, не важно. И делаем ПЛЛ паритет. Смотрите, я делаю вот этот внутренний слой кручу, да, как бы, я даже не знаю, как он на самом деле называется. Ну, так или иначе, внутренний правый слой, да, мы делаем два раза его, два раза У, потом два раза его, и уже не У просто, а УВ, то есть со вторым слоем. Опять делаем внутренний два раза и два раза УВ. И теперь смотрите, ну, у нас немножко поменялась картина, да, теперь у нас два только состыковано, два не состыковано. Ну, когда такая ситуация, это что у нас? Это у нас ситуация комбинация запад, да, мы легко ее решаем. Вот у нас все теперь четыре состыкованные. Состыкованное ребро и глазки, ну, мы как бы состыкованное ребро держали назад, и вот при таких глазках мы понимаем, что два раза надо будет делать такую формулу, но я обычно реагирую вот на такие глазки, делаю вот такую формулу. Ну, мы все ее знаем, да, длинная, но опять же очень простая. И я выхожу вот на такую формулу, мы ее тоже все знаем, в кубике 3х3 она делается очень быстро, здесь, может быть, чуть помедленнее, но так или иначе. И последний раз. Вот, и произошло чудо, мы собрали кубик 4х4. То есть, опять же говорю, что сложности в этом нету, и смотрите, кстати говоря, мне не пришлось даже никаких отдельных видео делать, да, потому что у нас и в первом случае попался ОЛЛ паритет, и следом тут же попался ПЛЛ паритет. Да, то есть, все паритеты я вам показал сразу же. Вот, ну, может, конечно, возникнуть ситуация, когда один паритет появится какой-то, да, либо ОЛЛ потом все хорошо, либо с ОЛЛ хорошо ПЛЛ попадется, может вообще не попасться. Да, даже вот три сборки подряд я делал, по-моему, у меня ни разу не попался, не ПЛЛ, ни ОЛЛ паритеты. Вот, ну, это в каком-то плане круто, да, удобно, что ты собираешь сразу, то есть, собрал центра, ребра и потом как 3х3. Вот, но все же в этот раз они у нас попались, я вам их показал. Вот, и вот эти две формулы, если выучить, да, при условии, что вы умеете собирать 3х3 и 7х7, то 4х4, чтобы собрать, вам нужно будет выучить всего лишь две формулы, это ПЛЛ паритеты. Ой, ОЛЛ и ПЛЛ паритеты. Вот. А так, видите, все классно.